17 марта в Казахстане президента, который был в речном заседании полукрадного, в Украине объявили числительную организацию. Получили в Министерство обороны определить воинские части, количество людей, которые необходимо призвать, по иммунизации. Также такие мероприятия проводятся в городе Южном, которые относятся территориально к Суворовской воюкомату города Амбаса. На сегодняшний день будет призвано по мобилизации порядка 100-120 человек. Некоторые человек в Одессе, фактически прописанную южную, поживают в Одессе, но в Одессе они изъявили желание не собираться здесь, уже сами своим ходом поедут в военкомат на пункт в сторону. Мне тяжело говорить, в какую воинскую часть они направляются, потому что несколько воинских частей. Здесь команды и пограничники, это дружно-оперативные пограничные направления, куда они уже будут распределяться, тоже команда, которые будут распределяться. И выезд с Одессы по Кишиневской трассе в сторону 7-го километра. Там находятся воинские части связи, ТВО, ракетные войска. По тем руководящим документам, которые пришли из Министерства обороны, отговорено призвать их, срок от призыва не отговорено. Фактически можно действовать это положение, пока президентам не будет подписан указ о демобилизации. Сроки не уступают. Есть 100% вероятность того, что эти люди будут находиться непосредственно, куда они привезут? Да, по тем утверждениям, которые я ссылаюсь на источники из Министерства обороны, что воинские части быстрого реагирования, специальные воинские подразделения, они сейчас переброшены со всей территории, по-русски, в Херсонскую область. А это призываем сейчас части, которые будут находиться в постоянной дислокации. То есть не предусматриваются потом перед тем, как они будут участвовать. Но как баронам тех, кто уклонившихся? Ну, явно уклонившихся нет. Есть получилось, что был предназначен командой, что каким-то другим причинам сегодня не будет, потому что жизнь продолжается, примерно, как пример. Есть, например, один человек в отпуск уехал в Россию, еще один человек в отпуск уехал в Россию, есть люди на больничных, есть люди в командировках. Вообще, по мобилизации, если... На сегодняшний день речь идет не о сборах, потому что законом воинской обязанности есть те, чем из лиц, которые не подближат при влечении, обучать на сборах. На сегодняшний день идет речь о мобилизации. С законом о мобилизации и мобилизационной подготовке этот перечень очень сужен. Я сейчас все пункты не буду перечислять. Семейное положение, состояние здоровья, духовенство. То есть перечень очень сужен. А что будет с рабочими местами? Как вы эти поговорили? Тоже тяжело сегодня об этом очень говорить. На сегодняшний день действует норма закона. Я не юрист, поэтому, насколько я владею информацией, 36-я статья Ак-ЗОКОН, чего люди подлежат увольнению с работы, если их призывают при мобилизации. И с выплаты, если предусмотрено полдом, они будут тоже там оклады, два оклада. Но 21 марта, даже еще раньше, в общем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который сглаживал бы это все, и они бы находились на тех же правах, что и призванные на учебную сборку. То есть за ними сохраняется место работы, должность, зарплаты, отпуск. Зарегистрирована один законопроект. 21-й второй законопроект, 24-й числа третий законопроект. 26-го вчера этим законопроектом, это я смотрел на официальном сайте законопроекта, этим законопроектом дана экспортная оценка, и в ближайшее время, я думаю, мы рады их посмотреть. Но во всех этих законопроектах есть ссылка, что действия этого закона распространяются на всех в геннообязанных, призывов, с начала оглашения частичной мобилизации, то есть с 17-го года.